Вот мы проживаем в нашей стране, в Казахстане, более 75 лет. Но до этого времени мы недосужились в утике государственного языка. Это наша проблема. Проблема не в отсутствии методик, преподавателей. Это наша проблема. И мы сегодня настолько созрели, что нас сегодня убеждать, агитировать не надо. И я всегда привожу пример. Действительно, в Южной Корее, где живую не видели казахов, не было языковой среды, в институте, это второй крупнейший институт, университет Южной Кореи, изучает казахский язык. И чтобы влиться в образ, они даже взяли казахские имена. Вот когда мы приехали, они наизусть спели гимн. Вот признать и сто из нас наизусть знает гимн наш. Поэтому, я думаю, изучение языка нужна воля, воля и желание. Это все присутствует. Только нужно еще время. Не надо форсировать. Дайте нам еще время. Я хочу интересный случай рассказать. В прошлом году была в Жамбульской области, и мне повезли в Сарсовский район, в далекое село Арстанды, в горах. Там проживает в селе 90% курдов и 10% казахов. Полная средняя казахская школа, где 100% от директора до технички курды, и 99% дети курды. Школа полная казахская. И у меня была встреча с ветеранами, и я у них спрашиваю, вот как вам? Они говорят, я в 44-м году, меня сюда привезли один дедушка, говорит, я по сей день никуда не выезжал. Говорят, где-то кризис. А у нас нету и никогда не было. Вы понимаете? Вот мне кажется, вот эти случаи, это и говорит об отношении людей. Вы правы, потому что я недавно помню, приезжал Дмитрий Петров, такой российский филолог, владеет тысячами языками, пять языков синхрон. Он был переводчиком у Путина, у Горбачева, и он был у меня на студии в Вайт-Парке. Разговаривали с ним, у него программа «Казахский язык» за две недели. И потом вечером такая психологическая программа, но просто классно он так все рассказал. И потом, когда мы вечером пошли в дом писателя, где он тоже был провести первый свой вечер, места нету. Русские, корейцы, казахи, плохо владеющие своим языком. То есть немцы, огромное количество людей, с детьми. Пришли бабушки, дедушки, прям сидят и вот так вот слушают. Потому что они поверили, что казахский язык за две недели. Ну там, скорее всего, это как бы подготовка, но она очень реальная программа. И он владеет тысячами языками по своей методике. Он разговаривает на арабском, тут же переходит на индийский язык, на хинди. Потом, когда я начал с ним разговаривать, он говорит, я вот уже здесь два-три дня нахожусь, и мне кажется, я могу говорить, что еще день-два я буду с тобой на казахском разговаривать. Потому что он привел очень много слов из других языков. То есть это, кажется, огромная, так сказать, межзаковая связь, межцивилизационная связь, о которой мы не очень часто задумываемся. А я хочу сказать, что мы, вот ассамблея как раз-таки пригласила сюда, в Астану, Дмитрия Петрова. И мы заканчиваем программу вот «Казахский» за две недели. Первые два курса мы набрали людей, хотя желающих набралось сразу на восемь групп. Просто охват невозможный. Мы апробацию программ сейчас ведем. И группу мы набрали на нулевом уровне, то есть представители посольств, для того, чтобы эффективность программы, методики проверить. Я думаю, что где-то 1 марта мы заявим. Видите, оказывается, можно работать без истерик. Абсолютно. Без политиканства. Спокойно, тихо работать, объяснять это детям. Я хотел заострить внимание, вот наши зрители, ваши тоже, и вернуться немножко к ментальным вещам. Из элементов принуждения, если перейти к элементам заинтересовать. Поощрения. Поощрения даже. Мы получим, ожидаемый результат. И второе. Уже однозначно в Ассамблее народа Казахстана даже не скутюрится ситуация, казахский язык какой он. Казахский язык это родной язык всех ассамблеевцев. Вот так будет ставиться вопрос на перспективу, на 2020 года. Второе. Как это будет овладевать? Народ, язык казахский. Не государственный формулировкой. Мы вообще должны как-то... Государственный и казахский. Это хотя одно и то же, но все-таки я был бы сторонником называть его казахский язык. Ну и Казахстане. И в этом смысле убрать вот эти силовые составляющие всех участков на этом пути. И в Ассамблее точно, вот мы сидим здесь, если на Ассамблее знаем, о чем мы говорим, конкретное понимание, подход и в конце концов мы верим в то, что это будет реализовано без каких-либо напряжений. И этот вопрос мы перестанем дискутировать как таковой, как проблему. Это будет вопрос только уровня знания языка. Совершенно верно. Я еще хотела одну вещь добавить, вернуться все-таки к тому письму. И вы совершенно правильно сейчас сказали. Ни в коем случае на этих фактах не нужно делать политику. И для себя определенный имидж. Но помните, когда письмо действительно пошло, через некоторое время стали публикации, когда те или иные подписавшие начали отказываться. Что подписывались, не подписывались они и так далее, и так далее. То есть не забывать надо и еще, что есть тот вопрос, когда назревал электоральный период. И каждому нужно было обозначиться для того, чтобы себя проявить в этом плане. И самое страшное в этом, я понимаю, что это делать на языковых вопросах. И самое главное, что очень многие, которые поднимают вопрос той или и с этой стороны, они никогда не доценивают мудрость казахского народа, казахстанцев, которые понимают, что это где-то технология, где-то кому-то нужно. Народ спокойно вспоминает эти вещи, он не выходит на улицы, потому что мы намного мудрее, намного приземленнее, чем, как им кажется. Но в любом случае этот вопрос всегда является вопросом, так сказать, будорожанием масс. Совсем недавно мой любимый режиссер Станислав Говорухин, депутат Государственной Думы, заявляет, так сказать, в походе, что Россия подарила Казахстану пять областей. Это провокация? Это начало какой-то, возможно, большой игры, когда он, и это растиражировано во многих средствах массовой информации, заявляет, что пять областей мы подарили Казахстану. Убавьте. Хорошо. Предмет неразборный. Казахам тоже не нужен клич, тем более с вашей подачи. Говорухин Станислав, это, я бы не хотел, не дипломатично говорить, тем более я сейчас в парламенте, но, к сожалению, российские политики всегда движены выбранными компаниями. И каждый раз перед какой-нибудь электоральным периодом, вот, президентский, думский, неважно, один из них выкрикивает какое-нибудь, ну, не совсем дипломатичное выражение. Победа любой ценой. Путин имел, Владимир Владимирович, свои такие крылатые фразы. Говорухин будет иметь. У них даже патриарх имеет свои фразы такие. И все это, в общем-то, если формулировать, это двумя словами, это имперское мышление и великорусский шовинизм. Ничего больше там нет. Это есть уже историческое содержание этих формул, да, и это испытывают все другие народы, кроме русских. К сожалению, и русские тоже. И в этой части, когда говорят, пять областей подарили Казахстану, Украине, Крым подарили, кому-то еще что-то подарили, ну, во-первых, люди на себя много берут, говоря о таком, кому что подарил. Это не от них зависело, не они решали, и тем более не они будут это изменять. Нам надо, если понимать его как руководителя предупрежденного штаба будущего президента России, что он руководствуется хотя бы двумя вещами, здравым смыслом и неопривежимой, как непрекисновенностью тех вещей, которые уже подписаны у руководителей этих стран. Границы СНГ сформулированы. Вы же, Нурлан, не одну уже предвыборную кампанию прошли в том плане, что возглавляли общественную комиссию республиканскую, и сейчас я знаю, что работаете в этом направлении. И вы видели, когда очень трудно идет процесс, то люди, занимающие вот предвыборными всеми вещами, применяя, будем говорить, различные технологии, не смущаются в выражениях. И это не просто крик души или какой-то там, знаете, такой безнравственный посыл. Вы абсолютно правы. И досадно, что человек искусства и творчества, зная отношение России к Казахстану и Казахстана к России, по всей вероятности, это среди стран СНГ, это я всегда считала и считаю эталоном, благодаря нашему президенту, начинать вот такие посылы, которые имеют несколько раздражающий и разъединяющий компонент. А если товарищ господин Говорухин все-таки признается, что он ошибся, в счастье вброса вот такого посыла к нам, то это только лишь будет способствовать, чтобы мы с удовольствием поддержали и его, в том числе и его компанию. Ассамблея народа Казахстана может ли стать той политической площадкой, которая будет сегодня формировать общественное мнение, которая сегодня будет не только иметь представительство в парламенте, в количестве семи человек, но будет действительно реальной площадкой в стране по языковым проблемам, по межэтническим проблемам, по развитию дальше культуры, по национальной идее, идее всех. Может ли это стать площадкой некоторой, которая стала бы центром всеобщего внимания? Мы вот и вы, на реке, работаем экспертным уже несколько лет при Ассамблее народа Казахстана, по-моему, это единственная такая более-менее экспертная группа, которая сопровождает вот такие структуры, и она состоялась. Вот наш экспертный совет, вот у меня за это время однозначно созрело мнение о том, что то, что вы сейчас ставите, это назрело. Вы начали с понятия народ, да? Вы говорили советский народ, да? Что это как интернациональную обществ пытались слепить там, когда принимали Конституцию 77-го года. Но то, что народ сейчас, в нашем понимании, это все-таки социум, Ассамблея народа не просто этнических, да? А действительно того нового социума, как Казахстан сформировался здесь. И Амал Жок, вольно-невольно, я думаю, назрела ситуация, что Ассамблея народа Казахстана должна сыграть именно такую роль, да, посредническую, миссионерскую, между партиями, между различными группами, между различными, возможно, жузами, да, есть конституционный статус великолепный, есть великолепная история, стабильная история АНК, потому что партия, извините, приходит и уходит, меняется. Где вы такую структуру найдете? Ее нету. И плюс еще, извините, кто возглавляет Ассамблею? Тут огромный фактор. Я думаю, сейчас вот эта ситуация назрела, вот для меня, как ученый-эксперта, вы политики сидите сейчас в Можелесе, в Сенате, вот ваша миссия, я вижу, да, в том числе, не только за свои этносы представлять, а представлять действительно понятие народ Казахстана. То, что парламент, когда 98 человек представляет какие-то партии, ну это миллион человек, а народ-то, извините, у нас 16-миллионные. Здесь понятие народное представительство как раз. Я скажу о факте состоявшемся. Значит, то, что ко мне, к руководителю чечено-ингушской организации обращаются люди других разных национальностей, еще давно-давно по своим вопросам, факт. И мы их решаем теми механизмами, инструментами, которые дает Ассамблея. И это нормальная, спокойная жизнь. Сегодня первые письма ко мне, как к депутату, пришлят Казахов. Я начинаю с ними работать, наверное, к нему тоже. Притом, к сожалению, Казахов этнических, обижают Казахи этнические. Вот как нам быть теперь, как член в Ассамблее? Восстанавливают Томиранта среди Казахов. Чучу Бабай говорил великий. Поэтому нельзя сейчас политическую систему и общественное устройство как-то противопоставлять. Мы, дополняя друг друга, пойдем реализовывать главную идею. И партии, и Ассамблея все-таки будут решать одну задачу. Единственное, что не как партия. Дело в том, что даже от слова политическое я хотела бы, наверное, нам нужно отойти. Потому что Ассамблея находится над политикой. К нам могут в члены вступить представители любых организаций и любых партий, независимо. Но здесь отличие наше-то все-таки в том, что мы за власть не боремся. У нас идея, как раз-таки вот о чем вы говорите, мы диалоговая площадка. Зачем бороться за то, что у вас есть? Мы диалоговая площадка, старавшись. Я сожалею, что у нас время вышло. Я вас предупреждал. Поэтому я хочу обратиться к нашим согражданам. Мир вашему дому. Мир нашему дому. Саламат Павловна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добрый вечер, уважаемые телезрители! Большое спасибо, что вы сегодня снова с нами. Тема нашего сегодняшнего маленького заседания – физическая культура и спорт. Было время, когда мы очень гордились своим отношением к спорту. Мы с гордостью носили значки ГТО, мы участвовали во всяких спартакеадах. Было очень престижно быть членом какой-то сборной команды, класса или школы, тем более района или города. Но ходить тюфеком было как-то непрестижно. Девочки тебя за это не любили. А сегодня, мне кажется, я когда иду по улицам, очень много людей, особенно молодежи, очень далеких от спорта. Что происходит с нами? Или я не прав? Давайте поговорим об этом. У меня первый вопрос. Насколько сегодня велик охват физической культуры и спорта в нашей стране? По официальным данным, 16-17%. Я считаю, что это ничтожно мало. Почему? Ну, вы правы. То, что действительно, советская система, она, конечно, имела свои плюсы. И особенно по системе развития физической культуры и спорта. И, естественно, в рыночных условиях кое-что может поменялось. Но в целом, то, что хорошее было, особенно в массовом спорте, нам надо перенимать и восстанавливать эти традиции. И в этом плане мы работу ведем. И то, что касается систематически занимающихся, главой государства поставили задачу к 2020 году довести число систематически занимающихся до 30%. Это непростая задача, с учетом того, что все еще не хватает спортивных сооружений. Хотя, вот в прошлом году, наверное, это благодаря, может быть, тому, что в рейтинг Акимов мы включены, значит, вопросы развития спорта, вот, в регионах немало построено. Вот, полтора тысячи спортивных сооружений, в том числе и плоскостных площадок, в прошлом году было построено. Хорошо, к вопросу о местных властях и об Акимах, да? Насколько сегодня развитие спорта, физической культуры в том или ином регионе, в городе, зависит, допустим, от умонастроения этого же Акима? Если он спортсмен, хорошо он поддержит команду, построит дворец спорта. Если он амбициозный человек, это еще лучше. Построит ледовый дворец, велотрек, вот. Но если человек далек от этого, почему я должен быть заложником его настроения? Или есть какие-то стандарты? Вы знаете, я абсолютно с вами согласна в том плане, что каков Аким, ну, то есть, если он занимается спортом, то он пытается, чтобы и вокруг... Каков топ, каков и приход. Да, да, да. Вот. Но я думаю, что это не должно от этого зависеть. Вот сегодня, вот Ильсиар Баймахович сказал, что у нас, как бы, занимается спортом, да? Поофициально вы сказали 16-17, но агентство показывает нам, что каждый пятый у нас сегодня занимается спортом, хотя я, например, мы постоянно бываем, встречаемся с населением, и я не скажу, что эта цифра все-таки, она, наверное, самая оптимистичная, но она не, так сказать, не показывает действительность на сегодняшний день. То, что вы говорите, молодежь, да, если сегодня на законодательном уровне мы ввели три урока физкультуры, вот в ущерб другим каким-то содержанию учебным, и три урока физкультуры обязательных ввели, это большое было достижение. Но надо сказать, что сегодня даже родители не понимают этого. Если вы сейчас придете на урок физкультуры, если 30% детей занимаются на физкультуре, это хорошо, а остальных родители делают медвежью услугу и отмазываются, любыми путями достают справки и так далее. То есть мы... А потом путят их по больнице, по санаториям, лечат, покупают дорогие лекарства. И тут я на руке, я считаю, что здесь, мне кажется, все-таки мы должны, ну, мы можем сейчас говорить, что агентство недорабатывает, там, где-то, значит, такие мы недорабатывают, но мне кажется, основная причина не в этом. Основная причина в том, что мы должны сегодня работать с людьми. Вот потому, и объяснять людям, в каком плане, что физический спорт на сегодняшний день, это, наверное, единственный способ, чтобы народ наш, мы говорим вот о человеческом капитале, человеческом ресурсе, пропаганда здорового образа жизни, а вот главная составляющая, которая сегодня не требует больших затрат, и, с другой стороны, это самый эффективный метод, это занятие физкультурой, поэтому мы работать должны сегодня со всей общественностью. И родительской, и учительской, и с детьми. Ну, когда я хожу по городу, захожу, допустим, в спортивные залы, там тренируются или же очень взрослые люди, пожилые, скажем так, да, после своих инсультов, там и таких проблем, вот, но там нет молодежи. Зато с самого утра и до позднего вечера, вот, все дискотеки, допустим, все пивные бары, допустим, особенно летом, забиты этой молодежью. Ну, наверное, я тут добавлю и скажу, что дело в том, что мы начинаем учиться физической культуре именно в школе. И на сегодняшний день в школе именно тех стандартов, современных стандартов к спортивному залу нету. То есть мы ходили в эту школу и прыгали через козла 50 лет назад, мои дети прыгали через того же козла, может, уже хромого, и внуки мои прыгают через этого же козла. То есть введение новых стандартов и требований воспитает в ученике, в нашем ребенке, потребность в физической культуре и спорту. А на сегодня потребность получить справку и не ходить, потому что там неинтересно. Вот и все. Я бы хотел сказать, что вот, да, правильно, качество урока физкультуры. И вообще надо начинать с детских дошкольных учреждений. Естественно, это все оттуда должно идти.